МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Цифра помогает увидеть". Казахстанские школьники разработали калькулятор для слабовидящих. Как поможет устройство? Все подробности в этом выпуске программы Цифровой Казахстан. Цифровые технологии сегодня разрабатывают и школьники, и студенты, и те, чей жизненный опыт несколько побогаче. Среди разработок и простейшие электронные устройства, собранные с пары-тройки микросхем, и сложнейшие, способные уже чуть ли не самостоятельно, под чутким контролем носителя естественного разума, конечно же, принимать решения. Казалось бы, разработки шкалеров едва ли могут нести какую-то практическую ценность. Но уже сегодня учащиеся общеобразовательных школ создают устройства, вполне себе способные облегчить жизнь, к примеру, человека, лишенного возможности видеть этот мир во всех красках. Был такой случай, что мы готовились к очередной контролемой работе по математике, и мы использовали как калькулятор. Это был такой старый калькулятор, который издавал звуки. И мы тогда думали о том, как помочь детям, как развить инклюзивное образование. И то есть этот калькулятор издавал звуки. А мы подумали, как бы этим калькулятором пользовались бы люди без зрения, то есть с ограниченными возможностями. Своё изобретение школьники представили на нескольких конкурсах разработчиков и получили заслуженное признание в планах улучшить его. И таким образом сделать жизнь слабовидящих ещё немного комфортнее. На самом деле в Казахстане таких людей очень много с ограниченными возможностями, но общество о них не знает. И мы бы хотели провести встречу с людьми, поговорить с ними, то есть дать им тестировать этот продукт и насколько это реально помогает в обучении. Также мы бы хотели узнать их личное мнение, их дополнение, что бы они хотели видеть дополнительно в этом калькуляторе, чтобы также развить, больше решить проблемы. Идея создать калькулятор для слабовидящих пришла совершенно случайно. Ребята просто вовремя сумели оценить масштаб проблемы, понять, что таковая вообще существует, и уже после предложить решение. Обычно, когда дети растут, они же хотят чувствовать себя в обществе, они хотят чувствовать, что у них такие же возможности, как у остальных детей. Но калькуляторы для слепых, они всегда со звуком. Когда звук вылезает, дети, конечно, все остальные дети знают, что у него есть определённые нужды, и ребёнок может чувствовать себя некомфортно. Поэтому наша цель была сделать калькулятор, который будет выводить данные беззвучным. На одной разработке юный изобретатель останавливаться не планирует. Идей громадьё, и всё хочется реализовать как можно скорее, чтобы внести свой, безусловно, бесценный вклад в развитие общества. Вторая часть — это было автоматизированное обучение Брайля. Но она, конечно, ведётся звуком, потому что Брайля всегда обучаются звуком. Брайль беззвучно изучить очень сложно. Там тоже идёт автоматизированная система, что ребёнка сначала обучают каждой букве, как в алфавите, как обычных детей, а потом уже дают ему задание, и он выбирает. То есть там уже идут как тесты. Всё это сейчас идёт на стадии разработки, потому что калькулятор, у него немножко тяжёлая система. Возможности создавать цифровые решения появились у казахстанских школьников, студентов относительно недавно. И вот конструирование роботов, создание робототехники, электронных устройств перестало быть чем-то из ряда вон. Механических и цифровых помощников сегодня собирают по всей стране. И в небольшой сельской школе, и в огромном научно-исследовательском институте. В настоящее время существует государственная программа «Цифровой Казахстан». И в этой программе 17 задач. Среди них есть такие задачи, как «Умный город», формирование информационной цифровой культуры, и также реализация стартапов. Программа «Цифровой Казахстан» даёт ученикам не только показать свои проекты и участвовать в конкурсах, они дают возможность нашим ученикам его реализовать в реальной жизни. Возможности, безусловно, сегодня созданы для того, чтобы созданный продукт реализовать. На многочисленные форумы, выставки собираются потенциальные инвесторы, способные профинансировать проект. В городских мероприятиях, республиканских и международных в настоящее время присутствуют различные компании, которые заинтересованы в приобретении этих идей. Готовы финансировать эти идеи, если они их заинтересовывают. «Цифровое» всё активнее входит в нашу жизнь. Оно же помогает нам сделать эту жизнь удобнее и комфортнее. Узнать же обо всех новинках и тенденциях вы традиционно сможете в программе «Цифровой Казахстан». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова